Мы не единожды говорили о том, как работает пропаганда. Разбирались, как пропагандисты применяют инструменты социальной психологии, какие приемы используют для того, чтобы формировать конкретное общественное мнение. Приводили примеры успешных манипуляций огромными человеческими сообществами. Но когда речь заходит о конкретном человеке, особенно человеке родном, все равно остается непонимание и боль. И я часто слышу такие вопросы от зрителей. Как же так? Что могло случиться с моей добрейшей мамой, которая в реальной жизни и мухи не обидит, которая все детство твердила, что распускать кулаки недопустимо, что драка – последнее дело. А все разногласия нужно решать миром, которая меняется до неузнаваемости, стоит разговору коснуться войны в Украине. Стоит только заговорить на языке фактов или сострадания, как родные люди начинают отвечать фразами из телевизора. Дескать, какое на войне мирное население? Надо под корень уничтожить всех этих там, кого там, укронацистов. Отец, который в 80-е костерил на кухню советскую власть, вдруг заявляет, что вот раньше нас весь мир боялся, как же хорошо жили. Неужели убеждение взрослого, зрелого человека можно так сильно изменить? Сегодня поговорим о том, что в нашей природе дает возможность злу быть таким убедительным. Только перед тем, как начнем, объявление небольшое. В четверг у меня живое выступление в Париже. Там пришел наш сторонник и сказал, что хочет оплатить 100 билетов для людей, которым сложно купить себе билет, но они хотят пойти на мероприятие. Поэтому у нас доступны теперь билеты с открытой ценой от 1 евро. А также, если у вас нет карт, то можно и бесплатно получить билет. Заходите на сайт, чтобы получить такой билет, или, если есть возможность, то покупайте их. Социальные билеты будут на галерку театра, но оттуда все хорошо видно и слышно. Ну все, начинаем. Психика человека устроена так, что нам сложно одновременно анализировать информацию и переживать какие-то яркие эмоции. Самый очевидный пример – влюбленный студент, который не может сосредоточиться на учебе, потому что голова занята другим. Или противоположная ситуация, когда в пылу ссоры даже уравновешенный и разумный человек может совершать нелогичные поступки, такие, которые он бы себе никогда не позволил на холодную голову. Сильные эмоции легко отключают здравый смысл. О чем бы ни шла речь, достучаться до эмоционального восприятия проще, быстрее и в целом эффективнее, чем апеллировать к здравому смыслу, выстраивать какие-то логические доводы и приводить аргументы. Видео с забавными котиками или трогательными младенцами набирают миллионы просмотров. Даже самый увлекательный научпоп едва ли составит им конкуренцию в борьбе за зрительское внимание. Потому что думать трудно и утомительно. И наш мозг без острой необходимости напрягаться не любит. И это не потому, что люди какие-то неправильные живут у нас или где-то еще. Тому есть вполне биологические причины. Дело в том, что большую часть своей эволюционной истории человек жил в условиях острого дефицита информации. Поэтому механизм, отвечающий за принятие многочисленных повседневных решений, работает в основном не на анализе данных, а совсем на других факторах. Например, на эмоциях. Радует – значит хорошо. Или на узнавании. Знакомое – значит безопасное. Работа тех зон мозга, которые отвечают за анализ и логику, требует слишком больших энергозатрат. Запуска этого дорогого в содержании аппарата организм всячески избегает. И чем больше ресурсов отнимает у человека повседневная жизнь, тем строже наша психика будет отключать энергозатратные опции. Рассмотрим на бытовом уровне. У того, кто вынужден работать на двух работах, может элементарно не оставаться сил для анализа общественно-политической ситуации чисто физически. А люди, работающие сверхурочно или в несколько смен, еще до войны составляли в России почти половину от общего количества. Отсюда и берутся все эти установки. Я политикой не интересуюсь, я в этом ничего не понимаю, мне бы со своей жизнью разобраться. Такие люди – это первая добыча телевизионной пропаганды. Вот и получается, что бедность и общая измотанность снижают вероятность хоть сколько-то внятной рефлексии о глобальных проблемах и о происходящем в России. В то же время пропаганда берет на вооружение эмоции, симпатии к привычному и биологическое стремление человека сохранить статус-кво. Эмоциональный накал – главное оружие в арсенале пропаганды. Жуткие истории про распятого мальчика, про укрнацистов, которые пришли в поселок и всех поубивали, расскажут по всем каналам, не особо заморачиваясь, достоверны они или нет. Ведь чем ужаснее, тем лучше. Тем больше шансов, что условный массовый зритель не будет задаваться уточняющими вопросами и придавать значение деталям. А самые страшные истории уйдут в народ по законам фольклора, обрастая новыми подробностями. А вот коммунальная катастрофа в Подмосковье, когда многоквартирные дома, школы и больницы остались без отопления в 30-ти градусный мороз, будет подана в самых нейтральных выражениях. Случилась авария, допущены недочеты, и они устраняются. Эмоциональная окраска нулевая. Монотонный бюрократический бубнеж. Меры принимаются, мероприятия осуществляются, все взято под контроль, спи спокойно, дорогая страна. Еще один рабочий инструмент пропаганды – эффект узнавания. Его еще часто используют в рекламе. То, что нам знакомо, кажется хорошим и привлекательным. Простой пример. Вы пришли в музей. И вот в одном из залов вы встречаете полотно, которое знаете по школьным учебникам. Припоминайте, что, кажется, сочинение по нему даже писали. Вы задерживаетесь около этой картины чуть дольше, ощущая комфорт от взаимодействия с чем-то давно забытым, но знакомым. А потом идете дальше, с теплом в душе. Почему вы испытали особые эмоции? Может, картина более привлекательна или интересна, чем другие в зале? Скорее всего, нет. Нет. Чувство удовлетворения связано с эффектом узнавания. Как пропаганда использует этот эффект в своих интересах? Многократно повторяет один и тот же посыл или аргумент в новостных программах, эфирах телевидения, в ток-шоу, в печатных изданиях. В очередной раз, наткнувшись на те же слова, человек испытает эффект узнавания. Это знакомо. Это я уже слышал. Значит, этому можно доверять. Та часть сознания, которая отвечает за анализ информации, может не включаться и спать спокойно. И, наконец, третья ловушка эволюции – стремление сохранять статус-кво. Тысячелетиями люди, как вид, жили в условиях, когда синица в руках практически всегда была выгоднее какого-то непонятного журавля. Пойди его еще поймай. До тех пор, пока жизнь вокруг не превращается в абсолютную и невыносимую катастрофу, человек склонен скорее выбирать бездействие, чем действие. Если смертельная опасность не угрожает вот прямо сейчас, психика склоняет нас продолжать двигаться, как двигались. Функционировать в том же режиме, в каком мы жили до этого. И все у нас было более-менее нормально. Дожили же до нынешнего момента. Значит, все было правильно. Так и будем продолжать. Даже если здравый смысл во все трубы трубит, что ситуация ужасная, что ее нужно менять, что необходимы активные действия, нежелание что-либо менять проявляется даже в мелочах. Например, человек не может сказать «нет» начальнику, который ходит по офису и подписи за Путина собирает. Тут включаются самые древние структуры нашей психики, которые так и шепчут «да ладно, тебе жалко что ли?» С начальником ссорятся, нервы себе трепать. Столько лет уже все так работает, и дальше, скорее всего, работать будет. Закрой дверь в свой мир, и пусть они там снаружи сами разбираются. Эффект узнавания и стремление сохранять привычное положение вещей пропаганды используют тонко. Эксплуатируют советскую эстетику от Чебурашки и Чука и Гека до ВДНХ, от Орлят России, как две капли воды, похожих на Пионера, до риторики международной панорамы, правда, в перемешку с такой площадной бранью, что дикторов 80-х, наверное, инфаркт бы хватил. Но факт остается фактом. Это работает на миллионах наших соотечественников. В каком информационном пространстве живет большая часть россиян? Независимые СМИ, начиная с НТВ, потихоньку душили самого первого, ну, на самом деле, с третьего, дня власти Владимира Путина. С началом же войны поляну зачистили под ноль. Закрыта новая газета «Ехо Москвы», заблокирован «Дождь» и сотни других независимых и оппозиционных проектов. Из эфира федеральных телеканалов вычищен любой намек на инакомыслие. При этом нельзя сказать, что каналы для поиска альтернативной информации перекрыты полностью. Есть, например, Телеграм или тот же Ютуб, площадки, на которых и мы с вами, и другие оппозиционные независимые СМИ уже выстроили коммуникацию со своей аудиторией. Есть VPN, в конце концов. Жизнь не стоит на месте, а аудитория эфирного телевидения постепенно сокращается. Это происходит уже несколько лет во всем мире, и в России в том числе. Пандемия слегка затормозила этот процесс. Люди, запертые в четырех стенах на карантине, стали больше смотреть развлекательные передачи. Но по новостной повестке тренд сохраняется. Количество людей, для которых телевизор является главным источником информации, сокращается год от года. За последние пять лет количество людей, полностью отказавшихся от просмотра эфирных телеканалов, выросло в два раза. Но это произошло в основном за счет молодежи. Люди старшего возраста, которых в России физически больше, чем молодых, и которые голосовать активнее намного ходят, остаются телезрителями, а в интернет ходят без VPN. И вот условная мама, которая и с техникой дружит, и смартфоном пользуется, но политикой не интересуется, видит на стартовой странице Яндекса или даже Гугла новости про наемников НАТО, про территории, освобожденные от неонацистов и тому подобное. Даже если она потом перейдет в дзен-рецепты читать, политический посыл распознается просто на уровне заголовков. В создании так называемых информационных пузырей, пространств, в которых не может просочиться альтернативное мнение, вносят вклад и алгоритмы соцсетей. Они предлагают пользователю новости и посты в соответствии с его предпочтениями. В результате он читает, смотрит и слушает только то, что ему приятно и с чем он заведомо согласен. Это, кстати, может стать серьезной помехой и для нас с вами, ведь наше представление о том, как обстоят дела у россиян, тоже может быть искажено. Не секрет, что за последние два года люди по обе стороны VPN бывало и списки друзей чистили, и от сообществ отписывались, собственноручно затыкая любые щели в своем информационном пузыре. Одни, чтобы не проскочило никаких там зетников и там гуманитарной помощи для солдат, а другие, чтобы ни слова от предателей-либералов, никакой дискредитации нашей великой родины и ее доблестной армии. Еще один существенный момент. Зрителей федеральных телеканалов годами заставляли привыкать к языку ненависти. Есть любопытное исследование доцента Варшавского университета Михаила Белевича. Ученые изучали модель распространения языка ненависти в оценке политических оппонентов или дискриминируемых меньшинств. И вот что они выявили. Агрессивная риторика распространяется в обществе подобно гриппу. Если соседи начинают массово чихать, то устоять перед вирусом удается единицам. Остальные же наверняка заболеют и заразят окружающих. Приход языка подворотни в большую политику, а затем на телеэкраны и в соцсети работает так же. Исследователи отметили, что даже люди, изначально не предрасположенные к хейтспичу, со временем опускают планку допустимого. И подают пример другим членам общества. Для некоторых сдерживающим фактором является высокий уровень образования. Такие люди менее склонны к использованию языка ненависти. Но это те самые исключения, как и с гриппом. Тут, к сожалению, прогноз неутешительный. Научная литература показывает, что словесная агрессия открывает путь к все более жестоким и антисоциальным действиям. Что же нам с вами с этим всем делать? К концу второго года войны и жизни в глубокой ненормальности вполне понятно желание отступиться. Никому ничего не объяснять, никому ничего не доказывать. В околополитические дискуссии не вступать, особенно с малознакомыми людьми на территории России. Не ровен час донос напишут и агитируй потом в отделении полиции. Закономерно тут и накрывающее чувство полного бессилия. Ощущение, что все бесполезно. Ведь вроде все проговорили уже и не раз, а толку. Да, вести борьбу с телевизором за разум и душу своих близких дело действительно непростое и не самое приятное. Ведь обсуждать любую, даже самую тяжелую проблему в кругу единомышленников легко. Такое общение придает нам сил. А вот разговор с человеком противоположных взглядов, наоборот, силы отнимает и требует от нас большого запаса прочности. Давайте исходить из того, что агитировать глубоко убежденных сторонников власти тяжкий и, большей частью, не очень полезный труд. С сомневающимися чуть проще, но все равно тягостно. Поэтому не стоит вступать в дискуссию, если вы не чувствуете в себе на это сил. Если вы раздражены или устали, если нужно разобраться с ворохом других проблем, то от разговора с оппонентом лучше воздержаться. Вряд ли вы кого-то сможете переубедить в таком состоянии. Бесполезным будут разговоры и в условиях какого-то незавершенного конфликта. Сначала нужен хотя бы худой мир, только потом разговоры о политике. Если же условия базового комфорта соблюдены и вы готовы к общению, то можете взять на вооружение несколько инструментов и приемов. Во-первых, не стесняйтесь задавать человеку неоднозначные вопросы, которые могут заставить его задуматься. Вот только наводить оппонента на конкретный ответ не стоит. Человек должен рассуждать самостоятельно. Во-вторых, старайтесь строить коммуникацию через так называемые «я-сообщения». Не говорите, что убийство украинцев – это ужасно, хоть это, конечно, и так. Вместо этого скажите «мне плохо и больно, когда я вижу, как убивают украинцев». Скорее всего, тут вы встретите отклик, нащупаете точку сближения и сможете перестроить логику диалога. В-третьих, привнесите конкретику, какой-то личный контекст. Мы все чувствуем и знаем, что цены сильно выросли, например. Но важнее, что какой-то знакомый вашему оппоненту человек в последние месяцы прилично экономит на самом необходимом, буквально на еде. И помните, эмоции говорят громче логики. Разговор о целях спецоперации и о фактических результатах, о предвыборных обещаниях Путина и реальности за окном будет очень логичным и рациональным. Но если эти аргументы до сих пор не сработали, то, возможно, имеет смысл максимально вежливо и аккуратно обратиться к эмоциям. Могут оказаться полезными отсылки к авторитетам. Возможно, ваши близкие из-за информационной завесы просто не в курсе антивоенных взглядов людей старшего поколения. В вечерних новостях вряд ли сообщалось, что Борис Гребенчаков нынче иностранный агент, а Борис Акунин еще и террорист и экстремист, что Алла Пугачева все это не поддерживает. Будьте готовы к тому, что разговор будет долгим, что позиции ваши сближаться будут очень медленно и фрагментарно. И это уже будет очень хороший результат. Потребуется много сил и времени, чтобы вернуть наших соотечественников на светлую сторону. Вернуть в общество нормальные представления о морали и справедливости, о законности и добрососедстве, о порядке и свободе. Важно только помнить, у нас с вами нет ни другой родины, ни других сограждан, ни тем более других родственников или родителей. Нам придется решать эту сложную задачу. Со временем это может становиться проще. Но вообще даже после завершения путинизма многие люди еще десятки лет будут верить, что нам нанесли удар в спину, что вот было еще бы чуть-чуть и додавили бы там Запад. И этих людей нам предстоит не судить, не разбирать их личные дела и неверные убеждения на партсобрании или в Твиттере, а убеждать их и как-то жить с ними в мире и согласии. Это долгий, но неизбежный процесс, на который нам нужно настроиться. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Катца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com До встречи в вашем городе!